Телерадиоканал 928-189-9 Пишите Ватсап, Вайбер СМС Кто-то СМС пишет? Послушай, это богатые люди Не у каждого есть РУК-50 Это вы знаешь, это мы с тобой, Ватсап, Вайбер Ну ладно, мы с тобой Ватсап Я просто, ну, не знаю Это что-то там Время-то меняется 2019 год И я иногда захожу в СМС Обычно туда приходят уведомления какие-то там из магазинов Да, да, да Остеопороз Да И, ну, у нас разные магазины с тобой, да И иногда ты думаешь просто Тебе написал человек полгода назад СМС-ку И вот он ждет ответа Ты даже туда не заходишь Ты только сейчас увидел Мне кажется, СМС это очень странно Смотри, твоя Ютуб-компания Сарказмшная Ютуб ИП Ютуб ИП или ООО, я не знаю Там очень много разных комментариев И классных, смешных И, ну... Убейся об стену, я тебя найду Много гадостей пишут, разного рода Как ты на это реагируешь? Слушай, когда было не так много комментариев Я всем старался саркастично отвечать А сейчас просто никак не реагирую Ну, типа, главное, что Творчество вызывает Какую-то реакцию Было бы намного хуже Когда нет комментариев никаких Вот это вот Значит, ты вообще зря поработал Ну, у тебя тоже там такая история Что-то набрало там В два миллиона просмотров Что-то намного меньше, да? Вот ты как из-за этого Меняешь контент Ну, как-то это тоже тебя стимулирует Ты как-то выруливаешь в другую сторону Думаешь, ага, наверное, не заходит этот жанр Либо что-то вообще Ну, нет, конечно, экспериментирую, да Но что касается конкретно моего формата Там артисты Есть артисты, которые не заходят А, то есть не имеют значения Даже если, ну, я так стал прощупывать Накрученные просмотры и лайки На оригинальные клипы Ага То есть есть некий артист Назовем его Так Назовем его Н Н Да У него, например, есть клип У которого 20 миллионов просмотров И ты думаешь И песня вроде бы на слуху И думаешь То, что нужно, народу нравится Сделал-ка я пародию Ты делаешь пародию Так И ее смотрит там условно 30 тысяч человек И ты прекрасно понимаешь Что это все не живые просмотры Это все там программами Кем-то там накрученные А может твое видео не понравилось? Ну, в том-то дело, что нет Это же просто не один раз было Это же постоянно А есть артисты А есть артисты, которые Которых всегда смотрят Если там просмотров немного То в комментах точно очень много Много репостов Это вот можно назвать Да, конечно Имя Бузова здесь Имя Бузова? Да, имя Бузова святое здесь, естественно Слушай, получается Любит хейтить и лайкать Вообще всегда А ты пишешь текст? Да, я пишу Ты прям смотришь Какая должна быть рифма Да, что попало слово То есть ты прям Я сижу, да И включаю клип без звука И думаю о чем Пишу сначала о чем-то Можно написать? А кто такие похожие голоса? Там же очень похожие у тебя Я ищу этих ребят У меня очень талантливые вокалисты Которые И я понял, что сначала Сначала я искал людей с похожим голосом А сейчас у меня есть просто люди Которые круто поют Потому что если вокалист очень хорошо поет Вот у него есть большие возможности голосовые То он просто слушает артиста И просто в секунду считывает манеру Ему достаточно сделать два каких-то усилия Во время песни И зритель неподготовленный будет думать Что это один в один Просто когда я смотрела Хану Я реально думала, что это она тебе перепела песню Очень похожа Ну вот Лобода Вот такая же история Люди не верят Это самое смешное было Степа Марсель Есть такой певец Да, конечно Есть ли он у вас в ротации? Да, он приходит там очень часто И мы с ним придумали такую пародию Стой И вот теперь будет сюрприз Потому что сейчас мы прервемся И мы с этого и начнем Да Реклама Уважаемые телезрители Дорогие радиослушатели Только что вы прослушали прогноз погоды В исполнении Мачете Лето-зима Если вы живете в Москве Это именно то, что вы и наблюдаете за своим И ощущаете за окном Одис Мамо у нас в гостях Лиза Калина тоже никуда, к сожалению, не ушла Мы остановились на том У нас была пауза Ты начал нам рассказывать историю Про группу Марсель Про Степу До этого, да Вы спросили про похожесть голоса Конечно Так вот Я решил сделать пародию на клип Степа Марселя Я уже даже не помню, как называется оригинальная песня Там, где он по вагону поезда идет По вагону электрички идет Артикасти и Степа Марселя Приломил пародию И нашел его контакт Через людей И предложил ему Говорю, слушай, а давай ты сам споешь эту пародию Он говорит, окей Сам у себя в Питере где-то записал Я ему прислал текст Прислал мне обратно Я это все выложил В интернет И, конечно, было смешно читать комментарии Когда, типа, пишут люди Очень, конечно, голос прям Ну, прикольно подобрали голос Очень похоже Но Степа, конечно, лучше Ну, это классно Да, ну, мы тоже с Кириллом поржали Слушай, а самое главное Это про обиды Мы, знаете, мы занимаемся постановой Ну что, ну понятно Телек, радио Пока песни играют Это же надо что-то делать Мы семечки луз И думаем, о чем дальше будем говорить По поводу обиды артистов И особенно, естественно, самого, так сказать Кто-то обижался Принца на белом коне Николая Да Кто обижался? Обижался Я так считаю Что обижаются те, кто никак не реагирует На эту пародию Да То есть есть прецеденты Когда люди репостили Там тот же Там Лобода, Алексеев Там та же Ханна Где-то там об этом говорила А есть те, кто Ну, понятно, что Бузова не репостит Наверное, она просто Ну, один репост с Бузовой И это Родилась звезда новая сразу Она выше этого Я понимаю, да Это ей не нужно Была классная история с Сергеем Лазаревым Так Есть такой у вас А вы знакомы? Нет, мы с Сергеем Лазаревым не знакомы У нас есть ротарика, конечно Я бы хотел с ним пообщаться Потому что мне очень интересно Я сделал пародию На Лазарева Самая первая была Это песня с Евровидения С того еще, когда Number One Да, Number One Вот эта вот песня А знаешь, про кого-то уже можно говорить Про Евровидение Ну, с того еще Не вот, а с того Ну, у нас два таких Да, да, да Вот, пародия была классная, хорошая Он ее репостил Она ему понравилась Он даже где-то в новосях сказал Что мне сказали бы мне Я бы сам спел Бла-бла-бла Это классно Это приятно Через какое-то время Я сделал еще одну пародию На Лазарева Так как я ушел в YouTube Окончательно Я мог себе позволить больше Пародия была такая Жестковатая Но Лазарев выложил у себя В Инстаграме Этот фрагмент С комментарием о том Что, ребят, типа Жестковатая, конечно, пародия Но если у вас есть чувство юмора Посмотрите Ну, конечно, типа жестковато Ну, все логично Окей Отметил меня Отметил меня в Инстаграме Я это заметил Когда мне стали просто прилетать Все подписчики приходить То есть, понимаешь Что-то произошло Лазарев меня репостнул Так И через какое-то время Он удаляет этот пост Потому что его армия поклонников Начала его просто клевать Да как вы и смеете Такое выкладывать Мы вас любим Люди без чувства юмора Они вот обычно так реагируют Так как так можно Мы думали, Сергей, вы нормальный А вы вот такой Знаменитые люди С охмурыми лицами Вот эти вот Да, ничего у вас такого Бла-бла-бла-бла-бла-бла И он, типа, чтобы не разоржать Свою аудиторию Он же за счет нее, собственно, и существует Так Он этот пост удалил Так Окей, было и было И спустя какое-то время Я сделал еще одну пародию на Лазарева Уже на последнюю песню «Севервидни» Максимально безобидная Никаких шуток про Лазарева в ней нет И он ее репостнул Но не отметил меня Слушай, ну, может, он забыл Забыл Ему в комментариях написали все Мне кажется Забыл Отметьте автора, типа, да То есть, ну, странно, что он забыл Ну, потому что он знает Это, конечно, обидно кровное, да Не отметил В общем, я жду новой Клип Лазарева Чтобы ему ответить Слушай, я хочу тебе сказать У тебя Я общаюсь со звездами посредством Интернета Не могу им позвонить, да Не могу Не так часто их встречаю У тебя новая рубрика вышла Вот она обидная Ты там, где МБН Ну, потому что надо нормальные клипы снимать Но это мое мнение Ну, а что обидного Ну, ты понимаешь, да Могут обидеться Ну, по делу же Девчачьи вопросы Это обидно, не обидно Послушай, что Это бизнес Про бизнес, Адис Самый важный вопрос Скажи, что все-таки главнее Шоу или бизнес Я объясню, к чему я это спрашиваю А у тебя не было никогда желания Стать настоящим папой Карлой? Всех вот так построить Посадить людей Которые, да, будут отвечать за каждого артиста Распределить артистов Распределить клипы Сделать вот такую большую пирамиду Ади самому И просто стричь лавы Лавандос Все Ну, слушай, у меня у канала Специфическая монетизация Потому что я использую Чужой авторский контент Так Мой контент Это клипы, которые принадлежат другим людям Но видеоряд Да Поэтому всю монетизацию Которую я мог бы зарабатывать с этих клипов Зарабатывают те люди Кому принадлежит этот клип То есть все вот эти миллионные просмотры Лободы там и Бузовые Эти денежки идут Лободе и Бузовой Секундочку А про денежки продолжим дальше Не переключайтесь Про денежки Очень важно Никаких нервов Только позитив И как группа Нервы спела Самый дорогой человек у нас Сейчас с 6 до 7 Естественно Один с мамо в студии Дорого стоит, видимо Да, это да Это да, дорогие друзья Если вы хотите Чтобы человек приехал Лично к вам Дорого 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 Да, слушай Вам кто-нибудь говорил Что вот эта штучка Похожа на жезл в гаишниках Да Она похожа на другое Но я это уже тоже говорил Слушай Сам ты До увольнения, да? Да, да, да До отпуска До отпуска Это он думает, что отпуск Понимаешь, давай Что ты сам смотришь Вот что тебе сейчас вообще нравится Заходит Что ты регулярно должен смотреть Может быть в ютубе Ты нам вот накидай Вот представь у тебя Сейчас передача на сельском радио Мы сидим Мы только с огородов Вымыли вот все из-под ногтей И хотим услышать тренды Хотим вот что посмотреть Один Что новенького можно в сети Узнать, услышать, увидеть Ну, по крайней мере для тебя Ну, смотрите Я вот большой фанат сериалов Я обожаю сериалы Я всегда, когда есть возможности, их смотрю Я за последние года-два посмотрел Наверное, штук Ну, прям очень много Вот вчера начал смотреть сериал «Поток» Это от создателя «Черного зеркала» Про будущее Про социальную сеть будущего Которая встроена у тебя сразу вот в мозг И вот это очень все интересное и прикольное В мозг будущее или соцсеть встроена? В мозг встроена соцсеть в будущем Ага Так Ну, нейроны какие-то, которые вот у тебя Там, грубо говоря, ребенок рождается Ему уже сразу туда вот И он уже участник этой всей заманухи Сериал Вот сейчас вот я недавно только Как раз когда искал сериал «Поток» Узнал, что вышел десятый сезон Моего любимого Одного из моих самых любимых сериалов Это «Бесстыдники» Да, крутой Да, про семейство Галагеров Это, конечно, гениальнейшая просто вообще история Юмор, смешно, актеры Просто очень крутой сериал Слушай, ну ты упомянул еще «Черное зеркало» Кто не смотрел, кстати, «Черное зеркало» очень достойно Там на любителя, конечно, вообще Ну там удобно тем, что каждая серия отдельный фильм Поэтому не понравилось одно, понравилось другое Да, то есть тут они всем угодили Так, ну а русский Ютуб, расскажи Что ожидать? Ты видишь, ты смотришь? Да, я, конечно, смотрю, но не могу сказать, что я прям что-то прямо люблю Типа так, чтобы быть в теме, да? Ну, чтобы просто... Ну, не знаю, единственный канал, который мне прям искренне нравится И я не то, что прям за ним слежу, но Когда я с возможностью смотрю с удовольствием Это вот канал Сергея Мезенцева А, ну, Сережа и микрофон Сережа и микрофон, да-да-да Ну, мне просто веселит Ну, да, он прикольный Веселый, прикольный Ну, Варламов мне нравится Не знаю Окей Про урбанистику вообще интересная наука Как он разносит просто... Россию Руководство городов Я читаю просто Вот ты смотришь, а я читаю с картинкой Мне картинки нравятся В Телеграме тоже, да, у меня есть Ну, типа, это интересно То есть я какие-то такие штуки люблю Что касается юмора, вот так много Ну, КВН смотрю, да А, смотришь, да? Да, люблю КВН А как же вот это вот КВН уже не тот Вот, что сделали с КВНом? Да нет, ну, время-то не то уже Так что... Давай, давай что? Что вы? Часто еще спросили Раиса чемпион Раиса чемпион, да Каждый раз Посмешнее, чем Вятка Да ладно, слушай Да, ладно Мне юмор Раис намного ближе, чем юмор Вятки Ну, даже в финале Да? Ну, мне просто интересно Ну, в финале пояс Ну, нет Очень была классная статья у автора Вятки Да Как они... Как он, автор главный Очень крутой чувак, Ворон И он рассказывал о том Как они простраивали финальное выступление С точки зрения финала Они сделали все вот Ну, как вот блокбассеры голливудские Все настолько четко Не должно быть смешно Должно быть правильно Уместно Логично Там, лирично где-то Да, вот они настолько все круто выстроили Что победили Вопросов нет Но в целом Вот если брать две команды Мне, Раисы Мне смешней Один только их номер Не помню, где был С брюками красными Она же просто истерика вообще Да, да, смешно Слушайте, ну нет Все равно впечатление Вот включаешь КВН Может, я, правда, постарел Там еще Ну, вот прям вот, знаешь Вот, чтобы всем было хорошо За все хорошее Против всего плохого Очень политкорректно Вот, ну, совсем Вот, хочется такого Чтобы ЭГГ Где-то провокационно А тут, ну, прям вот Ну, я не знаю Как Кока-Кола Знаешь, Кока-Кола Которая всем нравится Ну, либо нет Ну, проблема КВН Ну, проблема КВН Только в том, что он Не может быть Он, он Ну, если бы КВН Был в прямом эфире Это было бы круто Да Потому что Ну, как можно Шутить на какую-то Острую тему Если У тебя там Неделя прошла уже Да Пока там Это все было Через час в интернете Эту тему уже Обшутили как угодно Если бы все это Вот здесь и сейчас Происходило То сам КВН Был бы, скажем так Транссеттером Тех же мематиков Да Которые бы разлетались Потом фрагментами Гифками Там, не знаю Да Просто это, наверное, Сложно сделать Но было бы прикольно В прямом эфире Прикинь, КВН, смотри Слушай, я вот сейчас Вне эфира тебя спрашивала Мне просто тоже интересно Ты, чувак, творческий У тебя много всяких проектов Вот, что у тебя С регулярностью Как ты вот себя Дисциплинируешь Чтобы что-то делать Ты же работаешь сам на себя По факту У тебя нет Каких-то дедлайнов Ну, определенных Ну, образно Как у нас Вот есть задачи какие-то Ты их делаешь Лампочка загорелась Шесть Хочешь, не хочешь Надо что-то говорить Например, да Вот, ты как себя Ну, у меня нет У меня в этом сложно У меня сложно держать себя в строю У меня это легко получается Пока мне это нравится Пока мне что-то нравится Вот, пока мне горит Мне нравится Я прям буду делать это всегда Как только я Уже Я понимаю, что это еще работает Еще, скажем так, как-то Лошадь еще не сдохла Она еще может Так На тебя работать Но тебе уже просто Вот, хочется что-то другого И ты переключаешься И уже по остаточному принципу Вот эту вот лошадь Там Пристреливаешь уже Кормишь там Ее там Чистишь Не знаю Отогнал за сарай Ну, сложно Нет такого, да Короче, ты нерегулярный На самом деле Нет, вообще А что хочешь ты вообще Самое главное У тебя же Скажи, уже период вот этот Знаешь, когда ты приходишь в Ашан И можешь купить все И сколько хочешь Он уже прошел, понимаешь На сценники ты уже не смотришь В дополнительном отделе Ты любой коньяк можешь купить То есть это уже не про деньги Ну, какие-то, может, большие мечты Там, плавсредство Какое-нибудь там Надувное, ну, хотя бы Ну, а цель какая? Вот, что ты хочешь Вот, глобально Да вообще в жизни Что-то к работе Это сложный вопрос Хочется как-то реализоваться Прикольно Так Да, в каком-то творческо-креативном ключе Но у меня вообще большая мечта Это Собственное радиошоу Вот, что тут все Это шпион Короче, ребята Не-не-не, у вас телевидение У вас телевидение Поэтому это еще не то, что мне нужно Мне все-таки хочется Именно такой вот формат Классический Да, там Доброе утро, Вьетнам Робин Уильямс Ну, что-то там Ну, части тела не будем сейчас Да, части тела Пробинать фильм Вот что-то такое Ближе к вечеру Не утреннее А вы не смотрели сейчас Какого-то эстерна иногда Он же выкладывает интервью Нет, нет У него такие крутые Он еще жив Вы что? К нему такой топ приходит Ну, Илон Маск приходил Да подожди Илон Маск Мать, подожди Ты поняла, какой сейчас момент? Сейчас мы Одису что-то расскажем Мы зацепились Одис, у него подкаст Он супер платный чувак Ютуб, Ютуб? Нет, у него родины У него радио Они просто выкладывают это все Но выкладывают Ютуб Ну да А родины подкасты Можешь подписаться То есть в Америке очень сильно Давай расскажем, о ком мы сейчас говорим А то люди не понимают Есть Говард Стерн Ребятушки Это топовые радиоведущие Америки Если вы хотите за два часа С ним познакомиться То, пожалуйста, посмотрите Фильм «Части тела» Классное кино Есть еще книга такая, да Тоже А сейчас люди просто платят свои кровные деньги Чтобы его послушать Только платная подписка В Америке это развито Поэтому да У тебя English Нет Короче Ты хочешь свою станцию Не, не станцию Какое-то свое шоу И я это хотел еще Когда Ютуб Ну, всегда так было Вот сколько я себя помню Потому что мне радио всегда очень нравилось Но я сейчас понимаю Что я могу это сделать Надо просто пойти и сделать Сделать какую-то онлайн радиостанцию Какой-то подкаст в Ютубе Который будет разговорным В прямом эфире Или в записи Да, да, в прямом эфире В записи Но это несложно сделать сейчас Есть все возможности Если это будет прикольный контент Ты найдешь свою аудиторию Да Почему он еще этого не сделал После песни сразу же Знаете, посовещались, подумали Ну как, я решил Песни не будет Сразу будем выходить Как будто бы Одис на радио Уже идет Послушай Слышно? Слышно? Да, да, все прекрасно Одис от меня обидел Меня, понимаете Человек, который 9 лет работает В прямом эфире Говорит, у нас не радио тут тоже Но телевидение же у вас Ну тоже, и радио тоже Слушай, все Ты нас слышишь Вот ты слышишь нашу звукорежиссера Я слышу, что какой-то голос Это наш Саша А, Виша, Гришевая Я пойду человек Понимаешь? Саня, звукорежиссер Он существует, да Да Короче И ты хочешь свое шоу Ток радио, да? Такое интервью больше Розыгрыши, веселье Ну а ты что-то Как бы уже есть мысли? Одис, почему? Ты все можешь сделать Почему? Да, у меня даже был пилот Ну скажем так написано И у меня была возможность Не будем называть название станции Известной станции Этот пилот Он даже был в эфире В какой-то суперне прайм тайм Чтобы просто Предложить Подкатать Подсмотреть Был полный провал Но идея Идея была просто классная А что значит провал? Ой, так интересно А что это провал? Провал в чем? Смысл идеи в том, что Это полностью интерактивная история Так И люди Всегда Слушатели сами решают Что будет происходить Какая будет тема Замолчит ли ведущий Ну, например Так, так, так Слушатели страны ФМ Решают онлайн Типа все, хватит Тебя не надо Один ты говоришь Все, хотим эту песню Все, давай сейчас Радиопрожарка Ну, такой вот формат Максимально интерактивный То есть это сложно Понятное дело, что Когда у тебя нету команды Которая могла бы это сделать Сложно это все реализовать А провал как? В чем измерился провал? Не зашло? Ну, что-то как-то не зашло, да Было неприкольно Никто не позвонил Ну, программному директору сказал Ну, такое Я говорю, ну, окей Я потом послушал Я согласен То есть ты не обломался сильно? Нет, нет, нет Надо работать над собой, да Слушай, Адис, ну ты прекрасно знаешь Что, в принципе Чтобы никто тебе никогда Ничего не сказал Ни программный Ни запрограммный Никто угодно Надо просто самому сделать Вот, надо пойти и сделать, да Пойти и сделать Почему ты не сделал? Ты ушел Начал про программ Какие-то другие радиостанции Они известны Да известны, известны Дай бог им здоровья Ты почему сам еще не сделал? Ну, у меня уже есть эта идея У тебя микрофон есть дома? У меня могу дать У меня звуковая карта есть У меня вот такое есть хорошее У меня хороший тоже Дом не то Нет, дом не то Нет, у меня есть одна идея Это ближе к подкасту Такой радиоподкаст И я вот ее буду реализовывать Она уже почти готова Сейчас просто декабрь это все пройдет А, да Я к этому подойду Потом собаку надо подлечить И потом куча всего Подожди, как у нас зовут-то, господи Мой любимец с того еще С моего МТВ детства Который сейчас из дома Стрельников Стрельников из дома вещает Васька дома сидит Он студию сделал Он говорит, я супер интроверт Мне никто не нужен Он из дома вещает И делает всю станцию И он такой радищик Онлайн, да? Он крутой Нет, почему? Как это онлайн? Он на маяке делает? Нет, такой Дома онлайн Один спрашивает Онлайн, конечно А, ну дом онлайн Плюс еще на какие-то станции он вещает И делает записи Слушай, прикинь Он из квартиры выходит в ФМ? Да Или он делает записные программы Для них, да А, ну записные это неинтересно Прикольно, когда ты из квартиры выходишь Я боюсь тебя обмануть По поводу о ФМ онлайна Но для ФМа запись А прикинь, он из квартиры в ФМ выходит Это же вообще космос Да Слушай, мне так Это очень классно Вот тебе говорят там Не зашло, не зашло Ты идешь дальше, да? Короче, тебя вообще не сломать Не обломать Нет, когда тебе говорят Не зашло И ты сам такой Ну да Когда тебе говорят Не какие-то люди непонятные с улицы Люди профессиональные Которые много чего повидали Ты такой Ну в принципе да Не зашло А если тебе говорят Не зашло А ты понимаешь Что это очень круто Ты просто говоришь Окей, пойду в другую дверь А ты вообще встречался с тем Что тебе говорили Да вы негодны для этого Да вы Конечно, да И что, ты как? Ничего Где сейчас эти люди уже? Кладут шпалы где-то, да? Вот где они сейчас? Я на стороне ФМ А где они? Они кайлом Бордюрный камень переворачивают Понимаете? Друзья, у нас на самом деле Сейчас классная музыкальная пауза Да, что там? Уже не Элван А Ливан Горозия Илья Рычага О, кстати, ребрендинг Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Вы знаете, это Знаменитая песня Ливана Горозии После реинкарнации Ливана Горозии До этого он был известен Как Элван В предыдущей жизни Мы для чего поставили Чтобы ты всегда был рядом Потому что это последний выход Адис сейчас уйдет от нас Адис Мамо Сарказмошная Ведущий И шутит Ведет Ютюбит Как написано в Инстаграм За это мы заплатили все А Чабу я просто хотел посмотреть Да, да, да Приходит сообщение Ты спрашивал Да И вот люди пишут Уберите машину Переставьте Не, не, не А ты такси приехал Чего ты обманываешь наших слушателей И зрителей Екатерина пишет Адис, здравствуйте Очень смешное Восентаврию Лиза, Миша, супер Спасибо Вот ты сказал Что тебе много раз говорили Много раз говорили в жизни Нет, что ты негоден Как с этим быть Катя, СПБ Помощь нужна не только Лизе Как ты понял Пожалуйста, Адис Катя, СПБ Катя, СПБ Это СПБ, это Питер Да, видимо Она из Питера Может быть фамилия такая Какая-то польская Ну, странный Было бы неправильно Давать какой-то совет Но нет Ну, типа Смотря кто вам это сказал Да Вот И это же все истории Успеха Какие-то там крутые Там, не знаю Про Там Режиссеров Актеров Которые там Несколько лет Подступать Не поступали Да, там типа И потом они стали Суперзвездами Монатик, например Да, которому в шоу Талантов сказали Ты никогда не будешь Артистом Через три года Он стал суперзвездой Ну, типа Просто кто-то Отворачивается И идет на завод работать Там, да Условно говоря Или там Чем-то еще заниматься А кто-то пытается Как-то вот Что-то искать Мутить Более того, Одиса Есть же еще примеры Когда реально человек Ну, правда, негоден Про него даже кино сняли Про комика Джим Керри его сыграл Я забываю, как его зовут Который вообще Нифига не смешной был Понимаешь И все равно добился успеха Как его звали Я забыл сейчас Про Луну Никита пишет нам Черт на Луне Как ты выбираешь Тех, на кого делать пародии Ну, мы так вас у нас сказали уже Ну, да Популярность песни Популярность клипа Вот, наверное Ну, понятно Ну, кстати Ты можешь уже сказать Кто будет следующий Да Бузова выпустил новый клип Ребята Она сама напрашивается Каждый раз То есть ты все-таки надеешься Что тебя отметят И запустят звезду в космос Да не, меня это просто веселит И я тебя потом наберу И спрошу Ну, что, Одис Там, онлайн-радиостанция Говоришь, нет, Миша Первый мультиплекс Извини, пожалуйста Да-да-да Оля уже Слушай, ну, 40 секунд У нас остается Давай просто считать Нет, давай не будем Нет, нет Давай твое обращение К людям нашим Во-первых, во-первых Да, скоро Новый год Ты можешь уже обратиться Делаем иногда, кстати Что? Считаем? Ну, бывает и такое Деньги идут, мы считаем Одис Мамо Сейчас поздравит вас С Новым годом Расскажет, где смотреть Где слушать Где видеть Давай, Одис Флаг тебе в рух У тебя уже 24 секунды Люди 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 страны Так Как бы вы не выглядели Я сейчас Про себя пошутил 15 секунд, Одис Хорошая шутка Дальше С наступающим Новым годом Подписывайтесь на канал Сарказмошная В YouTube И почаще Улыбайтесь Смейтесь И Веселитесь от всего Что происходит В этой прекрасной стране Одис Мамо Спасибо тебе большое Увидимся Услышимся Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну